Привет, друзья! С вами Кирилл, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы изучаем английский язык. В сегодняшнем видео мы выясним, в чём разница между фразами welcome и you're welcome. Тема на первый взгляд кажется простой, но мой практический опыт преподавания говорит о том, что даже студенты хорошего уровня могут путать эти фразы между собой. Запомните, что добро пожаловать по-английски будет welcome. Например, welcome home – добро пожаловать домой, welcome to New York – добро пожаловать в Нью-Йорк, welcome to the jungle – добро пожаловать в джунгли. Фраза you're welcome – значит пожалуйста, то есть ответ на чью-то благодарность, на слово спасибо. Thank you – you're welcome. Мы не можем взаимозаменять эти две фразы. Ответить на благодарность словом welcome будет ошибкой, то есть нельзя говорить thank you – welcome – нет. Однако, как всегда, не всё так просто. Путаница может возникнуть, потому что слово welcome может употребляться и в других случаях, в составе более длинного предложения. Например, you are welcome here – такое предложение уже значит «здесь тебе рады». Точно так же мы скажем he is always welcome here – здесь ему всегда рады. Или наоборот, they are not welcome in my home – в моём доме – их никто не ждёт, здесь им не рады. То есть необходимо разграничивать такие вещи. Первое. Ответ на благодарность – это всегда you're welcome. Второе. Добро пожаловать – welcome или welcome плюс собственно куда приглашаете – welcome home, welcome to England. Третье. Слово welcome может употребляться и в иных случаях. Например, для выражения одобрения, разрешения. You're welcome to visit us anytime – ты можешь навещать нас в любое время. Самое главное, что вам нужно запомнить – не отвечайте на thank you, просто welcome. Вы должны сказать – you're welcome. Попробуйте придумать свои примеры со словом welcome. Если урок был для вас полезен, ставьте палец вверх и пишите об этом в комментариях. Спасибо за то, что смотрите, с вами был Кирилл, до скорого.